Послание Архистратига Михаила от 9 декабря 2017 года Астральные сущности Здравствуйте, мои дорогие! Итак, продолжим наш разговор о том, какова моя роль в очищении околоземного пространства. Но сначала мне хотелось бы подробнее остановиться на том, что представляет собой астральные сущности, которые играют все большую и большую роль в жизни землян. Вы уже знаете, что они бывают самыми разными. Обычно говорят о сущностях низшего и высшего астрала, но на самом деле их градация по вибрациям поистине поражает. Особенно сильно проявляется это сейчас, когда у стольких людей открываются каналы общения с обитателями тонкого плана Земли. Чтобы лучше понять, как происходит такое общение, представьте себе контактеров, принимающих послания, магнитами с разной силой притяжения. Сила их магнетизма заключается в чистоте их души. Чем чище душа, тем сильнее магнит, который способен притягивать к себе самые светлые сущности, плодаться Абсолюта. Те же, кто не изжил в себе до конца страсти трехмерного мира, обладают меньшей силой магнетизма и не дотягиваются до высших сил Вселенной. Они способны притянуть к себе по вибрациям лишь те астральные сущности, которые находятся с ними на одной волне. Но поскольку редкие люди могут находиться в состоянии постоянной гармонии покоя, то есть на одном уровне вибраций, то и сущности к ним притягиваются, самые разные, вплоть до того, что в одном и том же послании можно узнать руку светлых сил и тех, кто прикрывается их именами. Так кто же они, эти хитроумные существа, которые для многих из вас стали уже постоянными спутниками жизни? Если говорить совсем простым языком, то это сгустки энергии определенных вибраций, обладающие своим собственным сознанием. Или другими словами, это развоплощенные души, по самым разным причинам, не сумевшие вернуться домой. Это противоестественное состояние побуждает их идти на самые разные уловки и ухищрения, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Поэтому они ищут энергетическую подпитку на земле, притягиваясь как магнитом к людям, схожим с ними по вибрациям. Низший и высший астрал – это очень условное понятие. Между ними существует настолько плотная прослойка сущностей, обладающих самыми разными талантами, что дать определение каждой из них просто невозможно. Конечно, первоочередной нашей задачей является очищение эфирного слоя Земли от сущностей низшего астрала, тех, кто питается энергиями самых низких вибраций и одновременно генерирует их вовне. Именно их неустанная работа поддерживает на Земле все виды негативной энергии – страха, гнева, агрессии, ненависти, жадности, ревности, обиды, страдания, власти и контроля над людьми. Этот кишащий клубок темных сущностей, почти слившихся Землей, препятствует прохождению на Землю божественных энергий. Эти энергии обжигают их, растворяют в себе, и все же они, корчась от боли, цепляются за жизнь в привычном, отвоеванном ими пространстве. Поверьте, это очень неприглядное зрелище, дорогие мои, но нам приходится заниматься этой черной работой, чтобы помочь вашей красавице планете освободиться от этого страшного балласта, который отправляет ее душу и ее плоть, порабощает сознание человека, лишая его радости жизни и обрекая на боль и страдания. Если бы могли вы видеть мое ангельское войско, день и ночь, стоящие на страже ваших душ и сражающиеся с этим полчищем самых низких и самых примитивных существ, которые даже после своего ухода с физического плана продолжают свое дело, множе зло, которое когда-то творили они на Земле. Но наши неустанные работы дают свои плоды, и концентрация этого плотного черного кольца вокруг Земли уже значительно снизилась, и я знаю, что многие из вас стали замечать это на физическом плане. На этом я остановлюсь сегодня и в следующем своем послании продолжу свой рассказ о жизни астрального плана Земли. Искренне любящий вас, архистротик Михаил говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта Сайт Возрождения